Футбольный Енисей провел первую тренировку на обновленном центральном стадионе перед первой в истории Красноярской игрой в Премьер-лиге. После реконструкции арена получила лицензию Российского футбольного союза для проведения матча чемпионата России. Первая игра в рамках Премьер-лиги в нашем городе состоится уже завтра. Наша команда сыграет против Екатеринбургского Урала. Отмечу, с 7 часов утра на территории всего острова отдыха парковка будет запрещена. На месте будут дежурить сотрудники госавтоинспекции, поэтому красноярцев просят добираться на автобусе. Болельщики уже раскупили 10 тысяч билетов из 15, но не стоит забывать, игра в какой-то степени принципиальная. В турнирной таблице команды соседей у обеих по 5 очков. Я прекрасно понимаю, что Урал тоже в таком тяжелом состоянии, потому что тоже у них достаточно немного очков. И, конечно же, они много потеряли, особенно в домашних стенах. И, конечно же, тоже они сейчас, можно так сказать, выглядят как ранний зверь. Конечно же, нас ждет тяжелейшая игра. Тренера Урала я хорошо знаю, вместе с ним играл, с Димой Парфеном. Я думаю, что тоже, конечно, у него будет сверхмотивация на завтрашнюю игру. Напомню, в своей первой домашней матче Енисееву пришлось играть в Тюмени на стадионе «Геолог». И в таких условиях, конечно, фактора своего поля не ощущался. Всего в семи поединках чемпионата команда одержала одну победу. Ребята надеются, что начиная с завтрашнего матча, благодаря поддержке своих болельщиков, удачных поединков станет больше. Когда ты бегаешь по полю и слышишь полстадиона кричит «Вперед Зенит» или «Вперед ЦСКА», а другая половина, и то не вся, кричит «Красноярск», допустим, ну, как-то это не вдохновляет. Я думаю, здесь будет весь стадион кричать «Красноярск вперед». Продолжение следует...